215-летие Ботанического сада Казанского федерального университета. В честь юбилея в ВУЗе прошло открытие научного семинара. Ботанический сад повторил весь исторический период или процесс, который проходил наш университет в разные периоды с собственным развитием. Новые технологии подземного облагораживания нефти. Какие цели и задачи ставят ученые Казанского федерального университета? Полученные технологии, по крайней мере, могут быть использованы для залежей тяжелых витаминозных нефтей в карбонатных коллекторах. Объединенные Арабские Эмираты выступили против плана «Обег плюс» по добыче нефти. Почему поставка сырья находится под строгим контролем? Действия в одностороннем порядке способствуют дестабилизации мирового нефтяного рынка, а это не выгодно ни одной стране. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Диана Жилинкова. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании Президиума Академии наук Республики Татарстан. В Императорском зале Казанского федерального университета прошло открытие научного семинара совещания «Ботанические сады в 21 веке», посвященного 215-летию образования Ботанического сада в УЗА. Все подробности далее. В рамках открытия научного семинара совещания Казанский университет посетили представители ботанических садов стран СНГ и городов России – Москвы, Уфы, Перми, Екатеринбурга и других. Слово для приветственного открытия конференции дали ректору Казанского университета Ильшату Гафурову. В своем выступлении он рассказал гостям об истории становления университета и о работе ботанического сада. Достаточно большой скачок произошел в развитии Ботанического сада Казанского федерального университета, о чем сегодня при открытии мои коллеги и говорили. Это связано с тем, что ботанический сад повторил весь исторический период или процесс, который проходил наш университет в разные периоды в собственном развитии. Определенный рывок в деятельности ботанического сада университету удалось сделать после получения статуса федерального университета. Реальные работы начались в 2014-х годах. И на сегодняшний день на территории 3,4 гектара университет имеет хорошее ядро. Это достаточно интересная инфраструктура и это достаточно интересная территория для проведения и практических работ нашими студентами. И я думаю, в достаточно короткое время данный центр превратится в научно-образовательный просветительский центр и для жителей Казани, особенно для молодой части ее населения. На мероприятии выступил и заведующий учебно-производственным центром ботанический сад Ния Салахов. Он более подробно рассказал присутствующим о развитии ботанического сада университета. Коллекционный фонд на сегодняшний день ботанического сада исчисляется 1656 наименованиями растений, в том числе 1166 таксонов открытого грунта и 490 в защищенном грунте. Представитель Совета ботанических садов Зиннур Шигапа выразил благодарность руководству Казанского университета за вклад в формирование ботанического сада. Произошло очень большое преобразование, прошла реформа территории, реструктуризация территории, проведено террасирование территории и созданы большие дендрологические коллекции. Для изучения дендрологической коллекции гости отправились в Ботанический сад университета. Более подробно о поездке международной делегации в Ботанический сад и проведении круглого стола расскажем в нашем следующем выпуске. Отметим, что ряд мероприятий, посвященных 215-летию Ботанического сада, продлится до 8 июля. Инджимия Небаева, Виолетта Басова, Универтньюс. Победители и призеры Всероссийских Олимпиад, а также поступившие в этом году в Казанский федеральный университет 100-бальники, получат единовременную стипендию в размере 80 или 100 тысяч рублей. Напомним, что в прошлом году стипендию 100-бальник получили 34 победителя и призера Олимпиад и 161 100-бальник. В Казанском федеральном университете разрабатывают технологии подземного облагораживания нефти. Какие цели и задачи ставят перед собой ученые, смотрите в нашем следующем сюжете. Казанский университет В работе достаточно большой комплекс задач, то есть там стоят задачи от синтеза, получения и тестирования катализаторов, но также есть части, связанные с квантово-химическими расчетами, с моделированием для того, чтобы предсказывать поведение различных систем и на основе них уже давать предложения по наиболее эффективным каталитическим композициям. Обработка черного золота является неотъемлемой процедурой, так как на выходе скважины нефти имеют ограниченную сферу применения. Одним из действенных способов подземной переработки нефти на сегодня призвано использование катализаторов. Данный метод является относительно новым, над ним работают разные университеты и исследовательские центры России. Данная разработка относится к тяжелым битуминозным нефтям, то есть полученные технологии, по крайней мере, могут быть использованы для залежей тяжелых битуминозных нефтей в карбонатных коллекторах. По словам Михаила Варфоломеева, на исследование уйдет около четырех лет. Руководить проектом будет профессор из Мексики Анчита Хуарес Хорхе, который является одним из ведущих специалистов в области переработки тяжелой нефти. Повышение нефтеотдачи с использованием теплового воздействия, а также автором большого количества статей и учебников, которые используются студентами по всему миру. Страны ОПЕК-плюс не достигли компромисса в обсуждении добычи нефти с августа текущего года. В частности, Объединенные Арабские Эмираты выразили желание увеличить базовый уровень добычи сырья. О том, зачем нужен этот базовый уровень или почему страны не могут добывать нефть столько, сколько им пожелается, узнаете далее. Организация ОПЕК была создана в 1960 году и основной ее целью был контроль нефтяных богатств арабских стран, а также возможность для них играть более активную роль на мировом рынке. В 2016 году организация приняла новый формат, приобретя статус ОПЕК-плюс. К переговорам стали подключаться страны-экспортеры нефти со всего мира. Несмотря на то, что для членов нефтяного альянса экспорт нефти на мировой рынок является основным источником доходов, ее добыча строго контролируется так называемой квотой. То есть в каждой стране установится квота на объемы добычи и реализацию нефти на мировом рынке. И вот для Объединенных Арабских Эмиратов была установлена квота по соглашению 2020 года в 3,1 миллиона баррелей в сутки. Но эта страна и ее представитель на последнем совещании, которое недавно завершилось, стран-членов ОПЕК и Плюс, соответственно, заявили о том, что они с этой квотой не согласны. Эмираты сообщили, что не поддержат план продления сделки, если не будет увеличена квота на добычу нефти. Министр энергетики заявил, что инвестиции, вложенные в нефтяную отрасль страны, очень значительны и потенциал государства в плане добычи сырья реализован лишь на две трети. На такое заявление есть еще одна важная причина, которая официально не озвучивается, рассказывает эксперт Казанского федерального университета. Дело в том, что качество нефти в разных странах очень различное. Ну и нефть, добываемая в странах Персидского залива, она считается самой качественной. Издержки производства и добычи этой нефти самые низкие. Но нефть, которая добывается в объемных Арабских Эмиратах, по своему составу, качественным характеристикам, очень близка нефти, которая добывается в другом члене, государстве члене ОПЕК, это Иран, Исламская Республика Иран. В настоящий момент Иран находится под международными санкциями, ограничивающими возможности страны экспортировать углеводороды на мировой рынок. Но в случае снятия ограничений Иран может вернуться на рынок и составить серьезную конкуренцию Эмиратам. Поэтому государству необходима некая подстраховка в виде увеличения добычи нефти. Но зачем вообще ее контролировать? По законам рынка, чем больше товара, тем меньше он стоит. И резкие колебания, в особенности в сторону снижения цены, могут привести к серьезному кризису. По словам Марата Гебадулина, несмотря на перенос переговоров, соглашение между Эмиратами и остальными членами ОПЕК, вероятнее всего будет достигнуто. Тем более, этому может поспособствовать и постепенное оживление мировой экономики. Диана Жилинкова, Леонард Валитьяров, Универньюз. На этом все. В студии была Диана Жилинкова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok